Городец ложится, как карточный домик. Деревянное двухэтажное здание по улице Вольская, 135, продолжает разрушаться. В апреле в региональном министерстве пообещали расселить жителей, но дело до сих пор не сдвинулось с мертвой точки. Почему так долго людям не уделяют квартиры, выясняла Анастасия Куклева. Новые квартиры жителей аварийного дома по улице Вольской должны были получить еще в сентябре 2014 года. Сейчас июль 2015, а ситуация до сих пор не изменилась. Восемь семей по-прежнему выживают в экстремальных условиях. Полы, стены и окна в доме давно перекошены, а это значит, что в любой момент здание может рухнуть вместе с людьми. И начали падать камушки оттуда, сыпаться с чердака все. Эта трещина в стене едва не лишила жизни маленького ребенка. Образовалась она прямо над детской кроваткой. Камни с потолка сыпались в колыбель, где спал малыш. В избежание несчастного случая родители переставили кровать в безопасное место. Правда, найти такой угол в этом доме непросто. Стены у нас садятся. Везде трещины замазываем. Через год опять они появляются. Полы тоже кое-где перекошены. Сделать их нельзя. Потому что будет это опять садиться, все и все перекашиваться будет. Небезопасно в аварийном доме живет и соседка этажом ниже. Стены и полы в квартире Аллы Зимцовой также перекошены. Мебель стоит на подставках, а каждый поход в душ и туалет для женщины превращается в настоящее испытание. Удобства отсутствуют как в самом доме, так и на улице. А здесь у нас это, я называю ванна джакузи. В летнее время я принимаю здесь водные процедуры. А зимой эта же ванна джакузи, вот хорошо она легко переносится. На кухню переношу, там принимаю эти водные процедуры. В таком критическом положении оказались жители восьми квартир. Дом, в котором они проживают, признали аварийным еще в 2013 году. Но за это время, кроме кипы отписок из разных инстанций, в их жизни ничего не изменилось. Конкретный, на заданный вопрос, когда все-таки действительно это произойдет, и вы нас отселите, вот это вот вода. Больше это никак не назовешь. Вранье и вода. В апреле текущего года министр строительства ЖКХ Дмитрий Тепин заверил нашу съемочную группу в том, что в течение месяца жители будут переселены из аварийного дома. С того времени прошло уже три месяца, но новых квартир жители так и не получили. Мы эту ситуацию однозначно не оставим. Еженедельно будем заниматься, жителям будем общаться. Инвестор пока у нас желание к этому не оставляет, а еще готов. И квартиры все граждане ждут. Нам нужно решить ряд говидических аспектов. Пока эти слова больше похожи на очередные обещания чиновников, чем на реальные действия. Впрочем, если переселение вновь затянется на годы, трагических последствий не избежать уверены жители. Еще одну зиму этот дом вряд ли выдержит. Анастасия Куклева, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов. Между тем, Саратовская область в числе отстающих по переселению из аварийного жилья. Такая информация прозвучала на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева, которое было посвящено выполнению регионами федеральной программы. Министр строительства ЖКХ Михаил Мень заявил, что в ряде областей выделяется недостаточно средств на осуществление этого проекта. Саратовская область оказалась в их числе. Было дано указание, необходимо найти источники финансирования для работы программы на местах. А отговорки, что реализация программы по переселению в нашем регионе срывается из-за больших объемов веткого жилья, должны быть забыты.